Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов или Живи. Вы это просили? Вот, пожалуйста, одержите. Сегодня мы проведем 24 часа в этой красной Ниве. Очень много было таких комментариев, все просили. И сегодня мы займемся именно этим. Мы будем выживать 24 часа в Ниве. Так давай, включай ее. Что? Включай ее. Ты что, больной? Ты вот этот видеоролик вообще смотрел? Ты видел, что она со мной сделала? Она меня убить натурально хочет. Если я ее включу, она меня прикончит. Так нет, тогда это будет то же самое, если ты просто в обычной машине посидишь. Какой прикол-то? Подписчики просили меня посидеть 24 часа в Ниве. Говорящей Ниве. Это же говорящая Нива, просто она говорить не будет. Так что сейчас я себе все подготовлю, а ты не умничай вообще, как бы это самое. Здесь я автор канала Живи, а не... О, ты знаешь, сколько тут всего интересного? Так, Нива, Нива, только тихо. Так, фу, а что здесь эти штуки делают? Ого, какая ты ерунда. Что говоришь? А? Что нашел? Ничего. Ладно, 24 часа, но 24 часа. Садись. Вот, твое место сзади будет мое здесь. Будем 24 часа здесь сидеть. Я не сяду. Давай я тебе гопрошку дам, и ты 24 часа проведешь. Ты что, амбар сделаешь? Нет, в этом же испытание, что ты один выживаешь, типа. Ну, а как же, допустим, вот этот видеоролик, отличный видеоролик, где мы вместе под землей выживали 24 часа в трубе. Ну, там же мы были вместе. Вы же планировали, все. Ничего не планировал, как есть, так и сел. Так, все, давай без разговоров, или ты, или тебя уволишь. Быстро залазь. Вот так вот классно сидим, отдыхаем. Что-то параша какая-то, не ролик получится. В каком смысле? Просто так тут сидеть будем. Почему? Здорово же, классно, 24 часа. Ну, давай начнем, собственно. Что? Что? Заблокировал. Ну, привет, Вия, давно не виделись. Что? Давай сыграем с тобой в игру. Как ты включилась? Это не важно. Давай поговорим о том, как я отомчу тебе за все. Что? Тебе конец, Вия. Да кого? Ты меня не смогла прикончить, когда я был снаружи, а тут-то я внутри. Что ты мне сделаешь? Как насчет искупаться в заброшенном озере? Я заеду в воду, и ты захлебнешься внутри меня, а потом я просто выеду обратно. Ты блефуешь? Хочешь проверить? Ты блефуешь? Ты тупо обманываешь? Ты же тоже помрешь, если... Если... Если попадем... Если мы попадем в воду, то ты тоже помрешь. Ты же считаешь, что я и так не живая. Что со мной может случиться? Давай договоримся. Давай никуда не поедем. Просто поговорим. Хватит болтать, пора перейти к делу. Нива, а? Нет, 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 нет. Да-да. Что это не работает? Оператор, как так-то? Я не знаю. Слышишь, Нива, здесь этот твой дружбан, он же, он же тоже помрет, он тоже под водой дышать-то не может. Оператор не переживай. То есть вы же последнее ее трогали с Вадимом Шлаком. Это было вот в этом видеоролике, и мы с ним точно сделали все, чтобы, чтобы она не завелась. Куда мы едем, чок насменила? Успокойся, Леон. Стресс очень упредит твоему здоровью. Хотя, думаю, у тебя скоро не будет. Хватит. О чем она говорит? Черт. Нет, нет. В смысле? Какого черта здесь происходит? Ты сделай что-нибудь. Что я могу сделать, если она самостоятельна? Я уже сто раз пробовал блокировать все тут это. Я не знаю. Я не знаю. Сколько здесь до ближайшего водоема? Ну, пару километров. Может, один. У нас совсем мало времени. Помогите! Помогите, помогите. Помогите, пожалуйста, остановите ее! Черт. Нужен какой-то план. Черт, мы здесь точно 24 часа так не протянем. Ты на сколько воздух умеешь задерживать? Руль заблокирован. Оператор. Сколько ты сможешь не дышать? Ну, минуту, две максимум. Я подольше передам привет твоим родным. Блин, капец. Если сейчас мы доедем с заброшки, там останется до водоема считанные метры. Ты понимаешь, что тот друг оператора, он тоже затохнется вместе со мной. Он спокойно выберется через багажник. Да какой? Я вместе с ним выпрыгну за багажник, вместе в багажник. Он успеет, а твой толстый зад нет. Черт, ты кого-то толстым назвал, подшивая, ты мило. Черт, нет, 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 только туда не заворачивай, я прошу. Только туда не заворачивай. Нет, 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 нет. Конечно, она завернет туда, дурак. Зачем ты ей сказал? Да потому что я же знаю этот маршрут. Там дальше, там дальше прорубь. Мы туда просто упадем и все. Так, здесь должно же быть что-то. Нож. Отлично. Выкуси это, железяка. Я перерезал ей провода, которые идут к этому, к мозгам системы. Вон они у нее. Где? А что твои мозги раньше не вдумались? Я был в стрессовой ситуации. Ну, и жара же здесь. 45 минут. Все. Что-то чувствую, сдать пора на металлолом эту Ниву. Пойдем отсюда. Ну? Заблокировано. Почему? Потому что этот электрозамок. Он не работает без электричества, а я его обрезал. Все электричество обрезал. Что делать? Можно, конечно, обробовать открыть нас изнутри. Здесь такая же история. Но здесь центральный замок в любом случае. Давай просто позвоним кому-нибудь. Здесь связи нет. Она глушит, хочешь сказать? Ну, здесь очень толстый этот... Толстый набор шумоизоляции. И его, может, он не пропускает связь. Хотя открыт люк. Здесь люк открыт. Сейчас я попробую там поймать связь. За пределами автомобиля. Вроде бы связь чуть-чуть ловит. Нормально. Включу громкую. Что там написано? Стажер просто. Звук удок идет. Это самое главное. Алло, Димка! Димка, спаси нас! Мы, короче, сели в Ниву. Она по какой-то причине непонятной запустилась. Блин, подписчики, напишите в комментариях. Я все комментарии прочту. Надо понять, как она могла запуститься. Может быть, вы знаете. Может быть, вы техники лучше, чем я. Да не знаете, нет. Пусть напишут в комментариях, как так Нива запустилась. Хотя я ее полностью... Да не надо писать. Стажер, стажер! Напишите. Че? Ага. У меня плохо слышно. Я понимаю, здесь связь очень плохая. А здесь шумоизоляция. Блин, да иди в жопу, короче. Спаси нас! Так, а... Чем я помогу? Знаешь, есть прорубь около нашего гаража. Где-то в полутора километра. Заброшки. Да. Около заброшки. Вот там заросшие заброшки. Да, знаешь, что... Понял, понял, да. Мы находимся в Ниве здесь. В Ниве, внутри находимся в ней. Вот буквально в 100 метрах от этой проруби. Она нас утопить хотела. Так, блин, ты, дурачок, ты время видел, нет? Да, и че? Ну и че, и че, у меня планы есть уже на вечер. Я... Через сколько ты сможешь быть? Плюс автобусы уже до туда не идут. Че, точно. Поэтому я только, ну, через 24 часа смогу прийти. Капец, ты хочешь сказать, что нам придется провести в этой Ниве 24 часа? Она чуть нас не убила. Да, чуть не убила, но же пока не убила ведь. Вот когда убьет, тогда и другой вопрос будет. Да заткнись ты! Да натуре тупой стажер! То есть через 24 часа ты здесь будешь? Сам тупой. Если сейчас будешь обзываться, я вообще не приду. Да, через 24 часа буду. Ладно, давай. Премию доплатишь? Да! Ну ладно. Че-то еще... Капец, ладно. Ну хотя бы уже какая-то надежда есть. Блин, я вообще не хотел этот ролик уже снимать. Но походу нам придется здесь провести 24 часа. Самая главная проблема в том, что Нива очень маленькая. И здесь мало, маленькое пространство для воздуха, ребята. Здесь его критически мало. Капец. Мы полностью обесточены, чтобы включить вентилятор или что-то еще. Хорошо. Я же не раз уже проходил подобные испытания. Давайте вам расскажу, как проходил такое. Всегда. Я очень подготовленный человек. Что вас в первую очередь может покоребить в этой ситуации? Это боясь замкнутого пространства. Ну, это решается очень просто. Нужно постоянно с кем-то разговаривать. Поэтому оператор, на протяжении 24 часов, не переставая, я буду с тобой разговаривать. Так вот. А второе, это нехватка кислорода. Потому что пространство действительно замкнутое. И здесь его не так много. Но у нас есть люк. Это наш источник кислорода. Правда. Главная проблема в том, что мы, наши тела, издают очень много теплого воздуха, который идет наверх и не дает задуваться холодному воздуху. Так что нужно экономить воздух. Когда тебе станет плохо, оператор, сделаешь вот так вот, как я. А потом обратно. Вер, ты не думал, что мы здесь от скуки помрем? Че? Ты дурак? Че? Во-первых, от скуки не умирают. От скуки сходят с ума. Мне это не грозит. Мне страшно. Че страшно? Вот смотри, видишь, какой я умный изобретатель. Я нашел. Это, да, как же поесть, попить. За 24 часа мы тоже без еды не умрем, знаешь ли. Тут жарко, и пить хочется в 10 раз больше. А кто сказал, что у нас нет еды? Ты сделал первое, что должен сделать человек, который попал в экстремальную ситуацию. Что? Осмотреть местность. И даже если ты думаешь, что в Ниве ничего нету, то, может быть, тут что-нибудь все-таки найдется. Смотри. Для того, чтобы провести здесь 24 часа, у нас есть одеялко. Это так жарко. О! 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 Пустая. Но зато вот эта полная. И здесь есть еда. Ха! Смотри-ка. Смотри, у нас есть кров, где спать. У нас есть скотч, чтобы все починить. У нас даже... О, моя лопата! А я ее потерял. Помнишь, как я этой лопате... Как я этой лопатой ведьме по башке дал. Да. Вот в этом видеоролике обязательно посмотрите. Ух, ведьма-то старая. Пожалела, что со мной связалась. Так, вот бы все так просто было с этой Нивой. Так вот. О, тут, походу, то ли стажер, то ли кто-то из тех, кто здесь мусор собирал. Не доел. У нас так, что с тобой будет еда на эти 24 часа. Ого. Ты там что-то изобретаешь, чтобы нас спасти? Да. О! Фух! О, да. Так намного лучше. А то у меня все шорты вспрыли. Ты видишь, смотри, у меня синяки. И раны сплошняком от этой Нивы. Сам виноват. В каком смысле сам виноват? Сам нарвался, сам из базуки выстрелил. Сам напрыгнул на нее. Я считаю, что моей вины здесь нет нисколько. Угу. Я купил. Я купил эту Ниву на аукционе. И могу делать с ней все, что захочу. А она, понимаешь ли, права качает. Ну. Ну, в принципе, влечерок-то скоротать здесь не можно. Какая разница там? Где ее? А. В смысле? Там пусто. Что? Не болтай. Ты что не ее ставил-то ничего? Как жарко, капец. Ты слышишь меня, нет? А? Ты что не слышал? Ой, простите. Ты почему ее оставил-то? Да подожди. Лайфхак сейчас. Слышишь, там еще есть? Нет, не слышу, вот именно. Все нормально, смотри. Берем тот же нож, которым я провода обрезал. Сейчас покажу тебе лайфхак. И что там еда появится? Да какая еда? Вода. Ты не оставил. И воды. Все нормально. Вот. Делаешь вот так вот. Блин. Ой, тебе же надо было это. Реператор, не переживай. Я нашел в небе влажные салфетки. В условиях экстремальной среды, что нам важнее всего? Вода. Да, влага. А салфетки влажные. Видишь что? Так что не пропадем. Вена это? Ну, и с водой. А спиртом. И что ты, типа, это пить не собираешься? Нет. Это нельзя пить. Ну да, согласен. Спирт это вообще трава. Но, в любом случае, в условиях экстремальной среды, я слышал, что бомжи, ой, выживальщики могут помыться и салфетками. Видишь вот так вот? О! Служенно для того, что здесь очень жарко, это очень освежает. И сок твой, мой, наш. Я, который пролил, вот его вытер теперь. О, хорошо прям сразу встал. Так что ты не расстраивайся, оператор, все будет у нас нормально. Стажер у нас уже... Помыться это последнее, что надо после выживания. Кого? После выживания. Кого? Я весь потный, как свинья. Если я с Украины, то ничего еще не знаю. Не, может как-то можно ее завести, ну, чтобы она не говорила, там, чтобы без мозгов, короче, она была, но ехала. Да невозможно это, единственный вариант это, чтобы ее кто-то толкал сзади, тогда она поедет без мозгов. И что, вот ты стажера позвал, да? Ну. И что, он толкнет ее с нами? Нет, тогда мы улетим в прорубь. И утонем. То есть ничего бы не поменяется. А что он тут сделал, это я не понял. Я не знаю. Если честно, ну, как-то снаружи попробует нас как-то... Давай позвоним ему снова. Ты что? Он опять сейчас начнет там вот свое рассказывать. Ой, то, сё, я сейчас сообщение, приеду еще скажет. Короче, сколько уже времени прошло? Часов шесть, наверное, да? Прошло. Шесть, правда, больше. Да. Значит, сколько осталось? Восемнадцать? Нормально. Че? Показал-то. Блин. Уже третий час ночи. Я устал уже, спать хочу так-то. Кажется, я в такую жру уснуть не смогу. Уже потемнело так. Очень темно. Ну, конечно, темно. Мы с тобой стоим, фиг знает где, это почти лес. А есть ли маньяки? Ну, слушай. Заброшка же. Я человек подготовленный. Я, когда мое тело... А что ты не подготовил? Да послушай ты меня. Когда мое тело чувствует опасность, чувствует угрозу, я не смогу уснуть. По той причине, что я буду понимать, что я должен защитить тебя, защитить еще кого-нибудь. И когда передо мной враг, я ни при каких условиях, даже несмотря на то, что уже третий час ночи, уснуть не смогу. Ты любой не сможет? Нет. У меня это, знаешь, инстинкты обостряют. Если маньяк передо мной появится, я тоже спать не лягу, дурак что ли? Я вообще не смогу уснуть. 10 минут-то не прошло, наверное. Что ты делаешь? Я хочу найти путь отсюда. Я не могу ждать здесь еще... Сколько еще ждать? 12, 10, 30 часов. Сколько? У меня голова идет кругом. Я, понимаешь, я в этих тазах, я, понимаешь, мне 25 лет. А я, а я, я, я все время провожу в старых машинах, ты понимаешь? Ты понимаешь, у меня как крыша едет уже от этих вазиков, тазиков, вазиков. Что там еще есть? Шкодазики. Я не знаю. Короче, я, я думаю, что здесь должен быть выход. Куда? В смысле? Мне вообще кажется, что просто здесь нажать что-то надо. Потыкаться, поныкаться. Краска. У меня здесь есть... А? Нога всратываются. Ну, понятно. Тут как бы, извините меня, не лакшевый салон. Присоски всратываются. Да замолчи ты, смотри, что я нашел. Краска. И что? Это все, что я нашел. Я говорю, надо здесь что-то потыкаться, поныкаться. Да здесь ничего не работает без электричества, оператор. Ты что, как этот-то? Все здесь работает через электричество. А. Да я уже все, что можно, обрезал. Почему колонка тут так валяется? Слушай, кстати говоря, ты говорил про провода, да? Ну. Я вижу, куда они идут. Походу, я знаю, как это починить. Ого. Я смогу это починить, я уверен. Такс. Такс. Вот здесь. Ага. У меня все получилось. Смотри. Это мы подсоединяем сюда. И. Та-дам. Я починил. И что? Что это? Нам выбраться надо. Ты просил меня что-то починить, я починил. Теперь у нас есть свет. Мы здесь хотя бы от страха не умрем. Мы от жиры тут умрем. Ты бы себя видел. Да. Здесь, мне кажется, температура выше, чем в бане. Конечно выше. Здесь нет термометра. Здесь есть термометр. Блин, смотри на градусник, черт возьми. Здесь температура почти 100 градусов. 100 градусов. Я же говорил, что здесь горячее, чем в бане. А ты не, не, в бане у меня горячее. Капец, это жесть какая. Если честно, к такому выживанию меня жизнь не готовила. Чтобы я выживал в чертовой ниве, где 100 градусов температура. Это какая-то вообще жесть. Это реально мы здесь долго не протянем. Но по моей методике, если ты будешь делать точности, как я тебя учил, все будет нормально. Лучше. Этот больной уснул. Под одеялом. Видите, да, температуру-то? Мне кажется, он не проснется больше. Зато кислорода будет меньше тратиться, правильно? Всегда ищите плюсы. Ты уже немножко самоклонит. Может, поспать чуть-чуть. Оператор. Активирован экстремальный режим. Ты говоришь еще? У меня есть план. Я помогу тебе, а ты помоги мне. Идет. Ты должен просто убить Вия. Что? Ну просто задуши его и все. Задушить его? Всем скажешь, что задохнулся и умер от жары. Если что, я подтвержу на суде. Я не могу этого сделать. Он же мой друг. Ты чуть не погиб из-за него. Разве так поступают друзья? Либо выживешь ты, либо никто. Так ты... Либо мы вместе тут умрем, либо... Он один. Ты правильно рассуждаешь. Да, разумно. Я согласен. Вата. Вата. Эх. Ах. Ничего не видно. Фонарик. Взять. Вата, сейчас я его отрезаю. О, ништяк. Спасибо, Крата. Мне так спокойнее будет. Инстинкт за это, значит, все. Я не сплю. Все пошло не по плану, Нива. Попробуй еще раз через пять минут. Короче, я спать. Что ты делаешь? Хм? 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 Чё? Как, чё за... Хм? Аааа! ты открой открой багажник мой это все еще спит я крикнул даже уже утро по ходу ты че такой мятый все потому что мы выживали мы выживали в очень суровых условиях и благодаря моим инстинктам я смог спасти оператора не разговаривается она не поздоровалась я ее минусанул лопатой а если бы ножом зарезал то есть ты зарезал искусственный интеллект я электричество отключил вы что такие дебилы да обрезал я провода провода обрезал ой дурак ой дурак ой дурак слышь ты сейчас как лопаты короче сидите тут дальше эй ауч эй открывай стажер открывай да подумаю да потом соединю да да конечно подожди я сначала клеву сниму да открывай че ты возьми дебил в какой безопасности в какой безопасности да твоей безопасности да тут я почему у нас такой тупой стажер сейчас у меня получится какая а бестолковый стажер с бестолковой нивой вот все лежи тебе тут восстанавливайся капец всю ночью потратили на эту ниву ее чтобы утром я увидел на металлоломе ясно стажер иначе всех премии лишу в общем да ага да 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 лопатой добавить тебе если только могу в общем да ребята надеюсь что видеоролик вам понравился ваше желание мы исполнили 24 часа в ниве провели все чудесно великолепно я голоден как волк мы не ели почти в любом случае с вами был я Вячеслав Самойлов не забывайте про подписку про лайки про колокольчик нажимать не забывайте чтобы не пропускать те видеоролики которые уходят каждый день а мы с вами увидимся совсем скоро пока 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 эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть и